У вас был хороший день? Во всем есть надежда. Сегодня мы продолжим в нашем понимании молитвенной жизни лидера. И я хочу, чтобы каждый из вас включил, открыл свои Библии на телефоне. Луки, 18 глава, 1 стих. Луки, 18, 1. Луки, 18 глава, 1 стих. У вас есть, мистер-транславатор? Да. Иисус говорит со Своими учениками. Иисус говорит им, что расскажет им притчу. И как написано, что должно всегда молиться и не унывать. Всегда молиться. И как мы уже изучили тот факт, что мы можем молиться в любое время, если мы это выберем. Вы даже можете находиться в молитвенном состоянии прямо сейчас. И я могу молиться прямо сейчас. Правильно? Я молюсь очень много, когда я учу. Я молюсь, когда я проповедую. Я помню, когда я был очень молод, я служил в одном городе недалеко от Пенсильвании. И мы служили детям с улицы. И мы служили им. Это можно сказать, как его? Замороженный сок. То есть, лед, который покрывается соком, и потом они пьют его. Понимаете, о чем я говорю? У нас был такой аппарат, который делал такой замороженный сок. Потому что мы были вне улиц, то есть вне города. И начался дождь. И мы открыли зонтики. И мы пытались, ну и мы давали детям вот этот замороженный сок. Парень с девушкой, где-то им около 20 лет, они подъехали на машине. Он вышел из машины, подошел ко мне и сказал, «Я хочу вот этот замороженный сок для себя и моей девушки». «Ну, был дождь. Мы хотели, мы пытались служить детям. И я сказал, не сейчас, сэр». И он посмотрел на меня вот таким образом, но он вернулся, но не покинул нас. И после того, как мы закончили наше служение детям, мы уже собирались покинуть это место. Но он еще там был. И он подошел ко мне. Ему было на тот момент 18 лет. И он говорит, «Ты тот человек, которого я хочу сейчас увидеть». А я ему отвечаю, «Что ты от меня хочешь?». Но в тот момент, когда я это проговаривал, вот что я делал в своем сердце. «Помоги мне, Иисус! Помоги мне, Иисус! Помоги мне, Иисус!» Мы можем молиться во всякое время. Мы можем даже молиться Богу тогда, когда мы с кем-то разговариваем. И Бог наш слышит. И у нас есть такая прекрасная привилегия молиться. И как мы уже сказали, что когда мы можем молиться в любое время, и нам нужно иметь в нашем распорядке отделенное время. в тихом месте, без препятствий, где мы можем провести определенное количество времени в молитве с Богом. Имея общение и взаимоотношения с Богом. Предоставляя Ему наши нужды. И так же молясь за других. И Иешуа сказал, что вам должно всегда молиться. И мы понимаем, очевидно, что понимаем, что на протяжении всего нашего времени жизни у нас есть времена, когда мы не молимся так, как должно. И я хочу поговорить о причинах, по которым люди не молятся. То, что удерживает нас от молитвы. И первое, следующее. Иногда мы очень заняты. Если быть честным, мы иногда настолько сильно заполняем наш график, что у нас нету 30 минут, чтобы их отделить. Мы слишком заняты. И мой друг однажды сказал, если ты слишком занят для Бога, тогда ты слишком занят, нежели Он ожидает, чтобы ты был занят. Сколько часов во дне, в сутки? 24. Сколько часов в моем дне? А сколько часов в вашем дне? А вот у брата с Хмельницкого? Он в другом городе. Может быть, у него другой ответ, да. Сколько часов в ваших сутках? У всех нас 24 часа. И догадайтесь, кто ответственный за то, что происходит в эти 24 часа? Я. 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 Я тот, кто выбираю, как использовать мое время, если я не мудр. Потому что я могу позволить другим использовать мое время. Но я остаюсь ответственным, потому что я им это позволяю делать. У всех людей во всех языках есть определенное такое маленькое слово. У нас есть такое небольшое слово в английском. И я знаю, что такое слово также есть в русском. И мне нравится, как это звучит у вас. Нет. У вас очень хорошо получается так говорить. Нет. И есть времена, когда нам нужно говорить это определенным деятельностям, определенным приглашениям, некоторым людям. Даже если это хорошие деятельности. Даже если это прекрасные люди. И даже если это поддерживает нас с друзьями. Иногда нам нужно просто сказать нет. Нет. Я понимаю, насколько легко быть занятым, стать занятым. И когда мы становимся заняты, мы устаем. У меня были такие времена в моей жизни, когда я был слишком занят. Но я планировал время утром, чтобы иметь это молитвенное время. В 6 утра. Я собирался, выпрыгивал с кровати. И я проводил свое время с Богом. В 6 часов утра приходило. Я слышал, что в моей комнате что-то звучало. Это был звук моего будильника. И я его положил на столике. И когда я спал, и я мог достать его и выключить. И я нажимал на эту кнопку, и этот звук пропадал. И я дальше продолжал спать. 15 минут позже. Он хотел услышать, как это звучит на русском. Я его выключал. Ужасно. И пока 30-45 минут это продолжалось. И мне уже необходимо было просыпаться. Идти в школу, на работу. И я пропускал свое время. И я определил, или решил, что это больше не повторится. Поэтому я положил свой будильник на противоположную сторону своей комнаты. Поэтому в 6 утра утром... В 6 утра... Я слышал... В прошлом мае он и Паша, Павел провел несколько недель вместе. У нас было обучение вечернее. А, мы делили... Мы жили в одной квартире. Он мне как брат. Поэтому я могу шутить над ним. Поэтому, когда будильник звонил, мне нужно было выходить, вылезти из кровати. Вы знаете, я научился, как оставаться в таком спящем состоянии, когда я шел по комнате к будильнику. Я продолжал спать. Но узнайте, что я пережил или научился в течение дня. Вину. Стыд. Я понимал, что мне нужно было встать. Что я хотел, хочу проводить свое время с Богом. И я начал понимать, что я слишком занят. Какие из вас... Вы уехали от дома и уехали в колледж-дорму? Угу. Дормутор. У вас есть такое? У вас есть такое? Колледж-дорму? Колледж-дорму? Было ли у вас такое, когда вы покидали свой дом и направлялись там в колледж и в общежитие? Кто-то делал так? А few? Окей, окей, да, да. И вы не ложились раньше, чем в 2 часа ночи? Вы знаете, о чем я говорю? Вы были заняты в течение дня. Вы пошли спать в 2 часа ночи. И вы хотели встать в 6. И это никогда не происходило. Я мог жаловаться Богу. Боже, я не выспался, я не поспал. Я мог обвинять себя. Но истина заключается в том, что только я единственный могу менять свое расписание. И вот, что я выбрал делать. Как поступать. И после этого я, в конце концов, вставал в 6 утра с кровати. Я бегал трусцой. Я вспоминал свои местописания, которые я бегал. Возвращался к дому. Принимал душ. И проводил свое время с Богом. Слишком занятость. Занятость, она удерживает нас от постоянной молитвы. Есть вторая причина. И на английском это переводится равнодушность и безразличность. Да, это выглядит так. Да, это важно, но это не настолько важно. Я знаю, что я должен молиться. Я знаю, что мне необходимо молиться. Но это не настолько слишком важно для меня. И очень часто это происходит по той причине, что мы не установили, не поняли важность, ценность молитвы перед Богом. Иногда это происходит тогда, когда мы не были в том месте, когда мы полностью посвятили себя Богу. все свои ситуации. Иногда так же это происходит, когда мы стоим одной ногой в мире, а второй в царстве. Мы избираем. Я люблю тебя, Бог, но... Я хочу следовать за тобой, но... И как Писание говорит, что вы не можете служить двум господам. И если вы будете любить и служить одному, то вы будете ненавидеть второго. И иногда вот эта равнодушность приходит по той причине, что мы равнодушны к Царству Божьему. И единственная способ, что мы можем менять это, это получить реальную ревелацию о том, кто Бог есть, о том, кто Он говорит, что мы somos, и о том, что Он нас называет. И как мы можем от этого избавиться, это чтобы получить истинное откровение о том, кто есть Бог, кто мы в Боге, и к чему Он нас призвал. Мы должны получить это истинное откровение от Бога и знать, что Его планы, намерения у нас, они благи. И мы будем тогда доверять Ему. И мы будем к Нему приближаться. И мы будем сражаться за то, чтобы отделить это время для Него. Но я также считаю, что есть и вторая причина, которая приводит к равнодушию. Очень часто мы равнодушны, потому что мы имели опыт неотвеченных молитв. Мы разочарованы. Мы молились молитвами некоторыми, но на них не получили ответ. И мы считаем, что молитва не работает. Позвольте, я опишу вам причины, по которым некоторым молитвам мы не получили ответ. Может быть, мы молились неправильно. И в течение всего моего служения я увидел, что многие люди молятся неправильно. Позвольте, я вам объясню это. Потому что они молятся согласно своей воле, а не согласно воле Божией. Некоторые люди думают, что Бог — это как в виде Санта-Клауса, который ждет, что мы предоставим Ему наш список желаний. И поэтому наши молитвы выходят из нашей души, а не из нашего духа. И такие молитвы будут состоять из такой фразы, из таких фраз. «Боже, сделай вот это». В начале моего служения ко мне подошел молодой человек и попросил у меня помощи. Где-то этот мужчина не был хорошим мужем. И в конце концов его жена его покинула. И поэтому этот мужчина хотел стать духовным. Он стал спасенным. Он был крещён. Мы начали его обучать. И потом пришел и сказал, что это не работает. А Пол спрашивает, а что не работает? «Мои молитвы». А что ты имеешь в виду? А я прошу Бога, чтобы Он вернул мне мою жену. Говорю, «Оу». Позволь мне объяснить тебе кое-что. Бог не принуждает никого делать ничего. Бог не принуждает человека действовать против его воли. И поэтому есть какие-то вещи, которые Бог не хочет делать, потому что Он не может делать, потому что Он выбрал это не делать. Он не делает это, потому что Он не может, и потому что Он выбрал это не делать. И поэтому нам нужно научиться, как молиться согласно Божьей воле. Потому что есть множество людей, которые молятся, что «Боже, пускай это произойдет, пускай это произойдет, пускай это произойдет». «Боже, я нуждаюсь в десяти тысячах гривенах». И Он еще до сих пор не ответил на эту молитву. Я не знаю почему. И у нас есть такие молитвы. Они эгоистические. Они направлены на служение самому себе. Они для самоутверждения. Чтобы происходили такие приятные вещи. И мы должны изучить, понять, что Бог намного больше этого. Как мы уже говорили, что цель, приоритет молитвы — это развивать взаимоотношения с Богом. И потом мы приходим к тому, что к доверию Божьих намерений и планов насчет нас. И поэтому множество молитв, они основываются на том, что мы задаем вопросы Богу. Что ты хочешь, Бог? Что ты желаешь? В чем твое желание? Что правильно для меня? Что наилучшее? Что я должен достигать? И мы начинаем принимать или получать Божье сердце. Но также мы идем, используем Писание. И чем более мы читаем Писание, тем более мы больше понимаем, что такое Божья воля. Неинтересно ли, что каждую молитву, которой молился Ишуа, на нее был ответ, она была отвечена? И это по той причине, что он всегда молился согласно воле Божией. Есть некоторое мышление, которое нам нужно исправить, которое говорит о Божьей воле. Потому что некоторые люди боятся молиться о воле Божьей. Некоторые люди боятся сказать, Боже, сделай все, что ты хочешь со мною. Потому что они считают, если они так помолятся, они попадут в самые темные, в глубину джунглей в Африке, как миссионеры, в место, где они не хотят быть, и о них будут окружать люди, которые они не хотят. И они будут жить так, как они не хотят. У нас есть такая дикая неправильная идея, у нас такая неправильная идея есть, что Бог, Он такой нечестный, что Бог, Он ожидает, что люди вот так будут молиться. Я знаю, что я сделаю вот с этим человеком. Но Он не так делает. Вы должны понять, вы были сотворены Им. Он сотворил вас определенным образом. Вы тем, кем вы являетесь, потому что Он вас таким сотворил. И Он это сделал еще до первого дня творения. И Он сотворил вас таким, каким вы являетесь, и определил день вашего рождения, и решил родиться вам там, где вы были рождены, в то время, когда вы родились, и чтобы вы исполнили то призвание, ради которого вы были сотворены. И нам нужно научиться, как доверять Ему в это. Чем более мы понимаем, что Он благий, добрый Отец, тем более мы будем Ему доверять. И тем больше будет у нас свободы сказать, пускай Твоя воля будет, а не Моя. 1 Иоанна 5, 14, очень сильный стих. И Писание говорит, и вот такое дерзновение мы имеем к Нему. Это хорошее слово. Слово переводится с английского у нас дерзновение, но также мужество. Чтобы мы достигали Его с дерзновением, с миром, с мужеством, с дерзновением, зная, как написано, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И какую цель преследовал этот молодой человек, который ко мне подошел? Он мог так молиться, Боже, открой ее глаза, чтобы она увидела, что я изменился. Он мог молиться, Бог, помоги ее, услышать себя и понять, насколько ты прощающий. Вы можете молиться такими молитвами? Был ли у вас друг или ребенок, который ушел, отошел от Господа? У кого-то? Да, блудный сын. Но мы не можем сказать, Бог исправь его. Бог поможет ему покаяться. Бог может восстановить то, что он делает. Но мы не можем так молиться. Господь, Господь, дай ему таких людей в его жизни, где он находится, которые будут иметь на него позитивное влияние. Боже, ты можешь поставить какие-то препятствия на его пути, чтобы они упали? Бог дай им понимание и откровение о том, кто ты есть и что Иешуа для них сделал. Если мы начинаем познавать и достигать сердца Божия, мы начнем больше понимать, лучше понимать волю Божию. И как Писание говорит, когда мы молимся по воле Божией, Он слышит нашу молитву. Иешуа прожил удивительную жизнь. Но Он сделал это не как Бог, но как человек. Понимаете ли вы то, что Он родился, Он начал жить как ребенок, как вы и я? Он отказался от Своей славы и пришел на Землю как ребенок. И как Писание говорит, что Он рос так как вы и я? Я не хочу вас оскорблять или обижать. Но Иешуа был таким ребенком, как любой другой ребенок. Он плакал. Он плакал, когда он был голоден. Он плакал, когда у него были грязные памперсы, погузники, допустим. И маме приходилось менять эти грязные погузники. Он плакал тогда, когда его зубы начинали расти. Кто из мам помнит такое? Бедные маленькие дети. Вы там терете что-то. Они плачут, плачут. Иешуа рос как ребенок. Ему нужно было научиться ходить. У некоторых людей есть такая странная идея. Хорошо, ребенок Иисус, тебе время вставать, идти. Он поэтому встал и пошел. Теперь тебе нужно идти. И он встал и пошел. Он стал человеком. И все, что он делал, он научился так, как и вы, и я. И даже в своих взаимоотношениях с отцом. И как Писание говорит, что он рос в благоволении перед Богом и людьми. И поэтому Иешуа рос в взаимоотношениях с Богом, так как вы и я. и он развивал вот эту близость с отцом. И он развивал свое такое духовное слышание. И как Писание говорит, когда он уже был взрослым, что он делал ничего другого, кроме того, что услышал от Отца. Все, что он делал, было согласно воле Божией. И все, что он сделал, оно было принесло успех. Потому что оно было согласно воле Божией. Аминь. Аминь была слишком слабенькая. Аминь. Аминь. Can I tell you guys what happened in Nikolai last May? Рассказывал ли я вам, что произошло в Николаеве в прошлом мае? Не, не говорил. Мы были на ретрите возле моря. Было где-то 600 людей. 600 человек. И каждый раз, когда я там говорил Аминь, они говорили Аминь. Аминь. Было сильное такое. И я учил Езекииле. Я просто хотел сделать утверждение, что на английском, что Езекиил был человеком. Аминь. А я говорю, Езекиил, человек. Они говорят, Аминь. И до меня дошло, что они делали. Я говорю, нет, нет, нет. Езекиил был человеком. А они все смеялись. Я также заметил то, что все украинцы говорят Аминь после того, как я говорю Аминь. Аминь. Это было просто тест. И какая следующая причина, почему люди не молятся? И она называется недостаток веры. Это не то, что они были равнодушными. Просто есть некоторые вещи, о которых мы не молимся, просто мы не имеем веру, что за них нужно молиться. давайте послушаем, что говорит Иешуа в Матфея 21, 21. И он говорит, Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если Игоресии скажете, поднимись и ввергнись в море, будет. Он сказал, если будете иметь веру, вы получите то, что вы просите в молитве. Это сильно. Это очень сильно. Что есть нечто в нашей вере, которое высвобождает Божью силу, чтобы исполнить то, о чем мы молимся. Естественно, если мы молимся согласно воле Божьей. И по этой причине ранняя церковь могла молиться так. И по этой причине Петр и Иоанн сделали то, что написано в Деянии 3 глава. Есть небольшой псалом или песня на английском об этом. Петр и Иоанн помолились. Они встретили человека на своем пути. Он достал свои руки и попросил о помощи. И вот, что Петр сказал. Нет у меня ни серебра, ни золота. Но что я имею, я даю тебе. во имя Ишуа с Назарета. Встань и иди. Он встал и прыгал и славил Господа. Я остановлюсь, не буду петь. Это дерзновение. вера. Но Ишуа сказал им это делать. И они поверили. И они просто сказали «Встань и иди». И внезапно Он был исцелен. И сказал что интересное в конце своего служения. Он сказал «Когда Сын человеческий вернется, найдет ли он веру на земле?» Я знаю, что если бы я спросил каждого из вас «Если у тебя вера?» Вы бы сказали «Да, у меня есть вера». «Да, у меня есть вера». Но мы также должны осознавать то, что наша сфера вера сформировалась под влиянием нашей культуры. у нас есть термин, который мы используем, который определяет культурные изменения в течение времени во мире. Вы, скорее всего, слышали этот термин. Это быть западно направленным. Я не знаю, как правильно. Вестерн. 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 Это термин, который все вокруг мира. Вы станов вестерн. Прозападный, все правильно. когда мир становится прозападным. Знаком ли вам такой подход понятен? Вот что это значит. Наш мир становится все более под влиянием по причинам интеллекта и прагматизму. я путешествую по всему миру. Я вижу, как это происходит. В Украине Украина более прозападная сегодня, нежели тогда, когда я первый раз начал сюда приезжать 10 лет назад. и это и плохо. И знаете, тут как бы и хорошо и плохо. Да. Культура под влиянием по всему миру Социальные сети Но чем более мы находимся под влиянием причин Тем менее мы находимся под влиянием веры И как верующие Мы хотим действовать на том уровне веры, о котором говорит Ешуа Потому что чтобы видеть все вещи, о которых Он говорит, что они произойдут Нам нужно иметь такой уровень веры Я верю, что у нас есть времена, когда у нас есть недостаток веры Потому что мы увидели, что такие вещи происходили Они не происходили, и мы сомневались И нам необходимо, чтобы наша вера укрепилась И как Ешуа сказал, что все возможно тому, кто верит И может быть наш ответ будет на вопрос веры «Веришь ли ты?» Он сказал, «Верю, но помоги моему неверию» Аминь? Аминь Отец, помоги нашему неверию Помоги нашей вере расти и увеличиваться Во имя Ешуа мы молились Аминь У нас 15 минут перерыва Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok